Люберецкие школы для детей с ограниченными возможностями здоровья не объединят. Слухи о возможном слиянии интернатов 4 и 8 видов волнуют жителей округа уже больше года. Их развеяли на выездном заседании комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. Объединения не будет и точка. На членов родительского комитета школы-интерната 4 вида эти слова действуют как пятерки в детских дневниках. Слухи о слиянии двух учебных заведений для детей с ОВЗ заставили жителей округа понервничать. Родители посчитали оптимизацию приговором для качественного образования. В 2018 году администрация округа действительно планировала объединить Малаховские и Марусинские интернаты. Но глаз у народа прислушались. Когда мы провели именно заседание общественной палаты, мы встретились со специалистами, мы встретились с общественностью, общество слепых. Мы провели очень много консультаций и пришли к мнению, это объединение мы проводить не будем. Сегодня под опекой интерната 4 вида более 140 воспитанников. В основном это дети с нарушениями зрения. Главная задача школы – работа со слабовидящими. Но в списках классных журналов есть ученики с сопутствующими заболеваниями. Уроки здесь проводят для детей с аутизмом и задержками умственного развития. Мы обязаны сегодня с вами дать равные возможности всем детям. И мы заинтересованы в том, но это ни в коем случае не должно мешать главному профилю дальнего образовательного учреждения. Первое степенное – это дети с ограничениями по зрению. Для слабовидящих воспитанников учебники с крупным шрифтом и электронные увеличители. В 2018 году на оснащение классов школы-интерната потратили более 4 миллионов рублей. Нацпроект образования помог обставить кабинеты ОБЖ и домоводства, а также купить специальное оборудование для слабовидящих. Такой электронный увеличитель помогает ребенку увидеть в учебнике каждую запятую, если очков для этого мало. Он не ошибается, он внимательно сидит на уроке, все успевает за темпом в классе, не отвлекается ни на что. Дети очень привыкают к этому аппарату, очень удобно, нам нравится. Учиться станет еще комфортнее. Одна из ключевых задач комитета по вопросам охраны здоровья – обеспечение доступности образования для детей с ОВЗ. На выездном заседании принято решение рассмотреть возможность привлечения средств регионального бюджета на финансирование Малаховской школы-интерната. Сегодня она существует на деньги муниципальной казны. Шла речь о том, чтобы расширить количество штатных единиц, мы посмотрим уже существующую нормативную базу, вынесем предложение по повышению уровня оплаты труда узких специалистов, таких как тьютеров, которые занимаются детишками-аутистами. Мы попросим Министерства здравоохранения помочь заместить штатное расписание офтальмолога в этой школе. Областное финансирование сделает образование доступнее для детей с ОВЗ и с других муниципалитетов. Сегодня за партами интерната четвертого вида сидят 28 жителей соседних территорий. Благодаря дополнительным средствам их число может стать больше. Анна Троян, Дарья Борисова и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и вы будете в курсе самых интересных событий.